Добрый день. Слайды у нас будут. Если мы говорим про наследственные раковые синдромы, то это, по сути дела, самое частое заболевание в той области медицины, которое называется генетика. Это самое частое наследственное заболевание. В чем механизм наследственного ракового синдрома? Для того, чтобы из нормальной клетки образовалась опухолевая клетка, необходимо как минимум 5-6 событий в разных онкогенах и антионкогенах. Одно событие в онкогене практически всегда клеткой компенсируется. Иначе бы не было многоклеточных организмов. Любое многоклеточное создание мангементально бы погибало от рака. Вот и получается, что если у человека от родителей у наследована одна раковая мутация, то человек абсолютно здоров. Потому что одно событие все время компенсируется, всегда компенсируется. Но эта мутация присутствует в каждой клетке организма. И поэтому для такого человека дорога к раку укорачивается на одно событие. Не 5-6 условные, а 4-5. Отсюда совершенно фатальные последствия. Во-первых, такие люди, самое главное, имеют практически фатальную предрасположенность к раку. Что называть фатальной? 70% риска рака в определенном органе, 90% риска. Это вопрос лингвистики, а не сути дела. Все-таки эти опухоли возникают после пика репродуктивной активности. Поэтому для большинства таких больных характерен семейный анамнез. Молодой возраст. Если путь к раку короче, если мы исходим из того, что средний человек заболевает онкологическим заболеванием 65 лет, то тут этот средний возраст на 20-25 лет меньше. Еще один важный аспект. Представьте себе среднего человека, среднего пациента, который заболел раком. Это, как правило, пожилой контингент. Даже если заболевание успешно вылечили, времени для того, чтобы дожить до следующего похожего заболевания, уже не остается. Это уже конечный этап жизни. А вот тут молодые люди, они рано заболели, у них удалили опухоль, успешно вылечили. Возникает вторая, потому что предрасположенность есть. Первично множественный характер заболевания. И еще одна существенная деталь. У этих заболеваний есть одно конкретное дискретное событие. Соответственно, зачастую здесь есть фенотипические характеристики. Ну, например, самый известный ген БРК1, ген Анжелины Джоли, он преимущественно ассоциирован с трижды негативной разновидностью рака молочной железы. Если мы говорим про наследственный рак молочной железы, ну, на самом-то деле здесь немножко сложно это говорить в рамках популярной лекции. БРК1, БРК2 – самые известные гены. Вообще-то этот синдром называется наследственный рак молочной железы и яичника. Это термин синдрома, их нельзя эти два заболевания разделять. Относительно новые гены наследственного рака молочной железы, ЧЕК-2, БЛМ, НБС, другие, у них все-таки ассоциация больше с раком молочной железы. Само название зависит от гена. Но так или иначе, мы исходим из того, что, к сожалению, это достаточно частое заболевание. Если мы возьмем здоровых людей, которые, например, сидят здесь, и возьмем тот достаточно небольшой арсенал тестов, который есть, ну, как минимум у 1% людей, скорее даже 2%, мы выявим какие-то генетические дефекты, которые укладываем, мы можем сказать, да, это синдром наследственного рака молочной железы. Если брать саму структуру онкологической заболеваемости, вклад больше. Ну, например, самое частое заболевание у женщин – рак молочной железы. Как минимум 5% женщин, которые попали в клинику, попали туда потому, что у них генетический дефект. Это проявление наследственного заболевания. При раке яичника этот процент 15%. Один случай из 6 рака яичников наследственный. Ну, самый главный вопрос. Вот приходит пациентка с раком молочной железы, а зачем делать диагностику? Зачем нам знать наследственный рак или это обычный рак? Изначально наука о наследственных раках формировалась как наука о родственниках пациентов. Идея такая. Вот у нас пациент заболел, пациентка, у нее определили, что это наследственный рак. Зачем это делать? У нее есть взрослые сестры, у нее могут быть взрослые дети. Мы их протестили, пригласили, протестировали на предмет мутаций. У кого нашли мутацию, поставили на мониторинг, на раннюю диагностику. Вот, то есть это фактически здоровые носители мутаций. Позже пришло понимание, что эти пациентки и лечиться должны иначе. Ну, а сейчас в эпоху геномной революции все больше аргументов в пользу того, чтобы постепенно переходить от логистики подобного обследования. Все больше и больше технологии помогают организовать обследование наследственной раки не от той пациентки, которая уже заболела, а на уровне популяционном. По-видимому, мы на своем веку это явление увидим, когда здоровые люди будут проходить генетический скрининг на различные синдромы, включая наследственный рак. Начнем все-таки со здоровых. Для чего создавалась наука о наследственных раках? Идея такая. Мы берем молодую женщину, мы знаем, что у нее мутация, мы знаем, что у нее риск рака молочной железы примерно 70-90%, риск рака яичников 40-60%, и мы организуем в первую очередь раннюю диагностику. Здесь есть всякие нюансы. Ну, например, на самом-то деле золотой стандарт скрининга рака молочной железы, маммография, не очень эффективен у молодых женщин, и не очень эффективен в отношении БРК ассоциированных раков. Здесь надо инкорпорировать другой подход, магниторезонансная томография, что в условиях практического здравоохранения, с учетом того, что сами специалисты, в общем-то, специализируются на других разновидностях опухолей, не на молочной железе. Это, в общем-то, непростое мероприятие. Что существенно, если для рака молочной железы скрининг уносительниц у женщин с мутациями более или менее все-таки снижает смертность? Увы, скупые цифры показывают, что если мы возьмем раннюю диагностику рака яичников, уносительниц БРК мутации, та же категория, вообще никакого толку нет. Представляете, женщина каждый год проходит ультразвук, сдаёт тест на маркеры, от этого никоим образом не зависит ни раннее выявление, ни прогноз заболевания. Именно поэтому, допустим, Библия для онкологов, НССН, американские рекомендации, они, как ни странно, даже для БРК-носительниц не включают скрининг рака яичников в рекомендации. Почему? Толку нет никакого, неэффективно. Отсюда встаёт острый вопрос о профилактических операциях. Ну, по крайней мере, у нас в стране, если кто-то говорил о профилактических операциях, подвергался абструкции, это выглядело как ересь. Хотя, в общем-то, в Западной Европе, в США, это более или менее устоявшиеся стандартные процедуры, которые рекомендуются носителям мутации в гене БРК. Тут, конечно, помог очень мужественный поступок американской кинозвезды Анжелина Джоли. Она не только объявила о том, что у неё есть мутация в гене БРК-1, она объявила о том, что она сделала две профилактических операции. Сначала косметическую операцию на груди. Речь идёт о профилактической масс-эктомии с постановкой подкожных имплантов. Потом профилактическая авария и ктомия. После этого, в общем-то, и во многих странах, которые раньше не были вовлечены в этот процесс, стали задумываться, что всё-таки это не ересь, а опция, о которой нужно, в общем-то, говорить. Хорошо бы иметь какую-то волшебную таблетку или хотя бы рекомендацию по стилю жизни. Вот приходит к вам женщина с мутацией, вы можете посоветовать диету, вы можете посоветовать в идеале бы какой-то препарат. К сожалению, ничего подобного нет. Поэтому, в общем-то, мы исходим из того, что никаких методов, ну, такой неинвазивной интервенции с этим риском, в общем-то, на сегодняшний день не существует. Мало кто хорошо разбирается в генетике. Отсюда перепроизводство специалистов, которые любят поговорить про этику. Этические аспекты генетического консультирования – это излюбленная тема. Ну, на самом-то деле, мне лично кажется, что эта проблема абсолютно преувеличена. Вы имеете дело с людьми, которые и так из раковых семей, они знают, что у них предрасположенность. Ну, сейчас я могу себе представить какие-то сценарии, когда будут ущемляться права носительницы мутации. Ну, допустим, вот пришла ко мне женщина на прием, молодая, дочка пациентки. Мы у нее там в 27 лет нашли мутацию. Что я ей посоветую? Ей надо проходить регулярно магнитно-резонансную томографию и целый ряд других исследований. На сегодняшний день в реальной жизни это, как правило, платные процедуры. Вот если она с таким мутационным тестом придет в страховую компанию, скажет, выпишите мне страховку, и выпишут, или повысят цены, или откажут. Я не знаю, что ответить на этот вопрос, но, в общем-то, здесь какие-то нюансы, конечно, могут быть. Еще один важный нюанс. Ну, в Советском Союзе, в общем-то, права человека стали намного ниже прав общества. И поэтому, если находили у кого-то заболевание, то его достаточно бесцеремонно вызывали, приглашали, ставили даже ультиматумы. В мире так не делается. Если у человека нашли мутацию, вы не можете пригласить его родственников через голову. В США уже есть судебные процессы, когда родственники носителей мутации подавали в суд. А почему пошли на поводу у родственника и не сообщили им о необходимости тестироваться? Ну, это, в общем-то, опять же, сложный вопрос. Имеет ли право медицинский специалист, вопреки желанию основного пациента, приглашать родственников на тестирование или нет? Ну, так или иначе, в общем-то, опять же, все эти вещи единичные по своему характеру. Самое неожиданное для нашей страны. У нас все-таки Советский Союз всегда был многонациональным государством и то же самое справедливо для Российской империи. Что удивительно, что славяне, которые жили на этом пространстве Земли, от Польши до Дальнего Востока, сохранили совершенно неожиданную, удивительную генетическую гомогенность. Получается, что если в соседних странах, в Германии, во Франции, в Великобритании, БРК-тестирование – это очень непростое дело, потому что любая женщина, когда ставится вопрос о тестировании, надо проанализировать полную нуклеотидную последовательность двух больших генов. Это по-прежнему дорого, это по-прежнему забирает большое количество времени. А вот славяне, поляки, украинцы, белорусы, русские, они, по сути дела, являются одной большой семьей и по своей генетике напоминают островное государство. Именно поэтому у нас один или несколько ПЦР-тестов покрывают у славян 80% существующих мутаций. Это неполноценное обследование, но, по крайней мере, это вполне разумный, первичный способ отбора больных на различные мероприятия. На самом-то деле, то, что нас устраивало 10 лет назад, потому что, в общем-то, тогда крайне необходимо было наладить хоть какую-то диагностику, потихоньку перестало устраивать сейчас, потому что мы простыми тестами 80% случаев БРК-мутаций у славян покрываем, но мы забываем, что у нас многонациональная страна, в ней живут не только славяне, здесь есть другие граждане, и плюс, в общем-то, вот те оставшиеся 20%, которые остаются недиагностированными, это тоже плохо. И сейчас, в общем-то, остается принципиальный вопрос о глубине тестирования. Вот у нас первое, что самое простое, это повторяющиеся мутации, здесь проще сделать, чем думать надо или не надо. Полный анализ последовательности генов, секвенирования, это уже непростая задача, это дорого, это трудоемко, это очень все непросто. Что упускается даже самыми лучшими лабораториями у нас в стране, но вот секвенирования худо-бедно много где могут сделать, в нескольких лабораториях. А вот анализ на крупные перестройки гена, это особенность мутации, которая не улавливается стандартными методами. Это отдельные диагностические наборы, это отдельный метод, это все непросто. И вот, посмотрите, это наша собственная работа, мы не только проанализировали крупные аномалии перестройки, но мы и разработали новый метод для того, чтобы детектировать эти перестройки, и показали, что да, у нас наряду с повторяющимися маленькими мутациями есть еще и, пусть не повторяющиеся, но так или иначе, далеко не единичные крупные мутации, которые могут быть достаточно легко выявлены. Итак, самый главный вопрос для специалиста, в общем-то, где поставить точку, где поставить границу между простым тестом и полным тестом. Вот тут как раз многое решается от здравого смысла. Во-первых, насколько клинические проявления заболевания похожи на наследственный синдром, но если мама и сестра болело, ну да, конечно, это наследственный рак, надо биться за правильный тест. Ежели здесь нет такой уж выраженной наследственной анамнезы, ну, может быть, можно и как-то к этому иначе относиться. Национально самое главное. Еще раз говорю, простые тесты, они информативны только для славян. Назначать тест на повторяющиеся мутации человеку, который не славянской национальности, это по большому счету разновидность мошенничества, потому что мы заведомо знаем, что результат будет неинформативный. Ну и, конечно, самое главное, это клиническая мотивация. За что мы бьемся? Если это выбор лечения, я бы рекомендовал ориентироваться на максимально полное обследование. Если это просто так, ну, тогда, ну, не то, что просто так, если меньше мотивация, то, конечно, здесь надо экономить ресурсы. Что интересно, что БРК-1, БРК-2 это далеко не единственные гены наследственного рака. Ну, в частности, здесь у нас в лаборатории, в общем-то, одно из самых главных достижений это открытие нового гена наследственного рака молочной железы. Идея была какая? Мы брали женщину, у которых явные признаки наследственного рака, наследственный анамнез, билатеральность поражения, билатеральный рак молочной железы, молодой возраст на начало заболевания. И анализировали по очереди те гены, которые похожи по своим функциям на БРК-1 или БРК-2. Разумеется, в исследование попадали только те женщины, у которых мутации в известных генах не обнаружили. И нашли новый ген наследственного рака молочной железы. Это ген БЛМ. Название от синдрома Блума. Если гомозигота, то есть и от папы, и от мамы унаследован дефектный аллель, то тогда получается, что у этих пациентов синдром Блума. Низкий рост, эритемы на лице и фатальная предрасположенность к раку в раннем возрасте. А вот если гетерозигота, только один аллель, мутирован, тогда это абсолютно здоровая женщина, но у нее, к сожалению, в 5-6 раз повышен риск рака молочной железы. Что существенно? Это опять повторяющаяся мутация, опять в эффект однородности славянской популяции. Но если ориентироваться на частоту мутации, то у нас в стране должно жить 150-300 человек с синдромом Блума. Их же надо найти, это тяжелейший иммунодефицит, их можно попытаться полечить от этого иммунодефицита. Стали звонить в медико-генетические центры, никто таких больных не видел. Как такое может быть? По расчету 150-300, а по сути никого нет. Разгадка пришла абсолютно случайно, ровно год назад. Посмотрите на этого мальчика и посмотрите на этого мальчика. Вот эта картинка из интернета, а вот это наш собственный пациент. Видите разницу? Нет самого главного признака синдрома Блума. Диагностика синдрома Блума начинается с эритемы на лице. А вот эта мутация славянская, которая присутствует у нас в стране, вот таких 150-300 детей, это первый представитель, это первый случай ребенка с синдромом Блума, у которого нет самого главного диагностического признака, эритемы на лице. Эта особенность может быть, может быть, славянской мутации. Удивительно, но этого мальчика консультировали два врача-генетика, которые участвовали в открытии гена БЛМ. И так или иначе, извините, я запутался в слайдах, и так или иначе, даже они не смогли распознать синдром Блума, потому что изначально, потому что не было самого главного признака. Самое интересное, что есть на сегодняшний день в науке о наследственных раках, это новые принципы лечения. Посмотрите, вот это геном Анжелина Джоли. В каждой клетке одна из двух копий гена БРК, она инактивирована, но вторая копия остается, и поэтому человек абсолютно нормальный. А как формируется опухоль? Опухоль формируется за счет утраты оставшейся копий гена БРК-1, и возникает удивительное терапевтическое окно. Нормальные клетки могут справляться с химическими повреждениями ДНК, а опухолевые клетки не могут. И отсюда уникальная чувствительность БРК, ассоциированных опухолей, к очень простому препарату. Цисплатин. Цисплатин, производная платины, деиммустрирует, пусть краткосрочные, но очень выраженные эффекты у больных с БРК-мутациями, и, в общем, постепенно онкологическое сообщество приходит к тому, что препараты платины могут являться препаратами выбора именно при БРК-ассоциированных раках, в том числе при раках молочной железы. Сейчас новый класс препаратов, парт-ингибитор, это уже препараты, которые сознательно создавались для поражения БРК-ассоциированных клеток. Это таргетные препараты, но они, в общем-то, дают сопоставимые эффекты. Мы говорим о том, что существует несколько разновидностей рака молочной железы. БРК-1, БРК-2, ЧЕК-2, НБС, БЛМ – это разные гены. А все ли эти заболевания будут хорошо отвечать на лечение препаратами платины? Характерен ли для них такой же механизм утрата оставшегося аллеля? Будет ли терапевтическое окно? К сожалению, ответ отрицательный. Вот, посмотрите, наша собственная работа, мы изучали новые разновидности наследственного рака на предмет утраты оставшегося аллеля. К сожалению, для новых разновидностей наследственного рака подобный механизм не характерен. И опять же, к сожалению, это подтверждается клиническими наблюдениями. Посмотрите, это очень информативная группа пациенток. Это не одевантная терапия. Те пациентки, которые получали терапию до операции, у них проще всего оценить эффект. Посмотрите, вот у нас пациентки, и здесь частота полного морфологического ответа. В целом, эта частота невелика. Для общей группы больных всего 11% пациенток отвечают полным морфологическим ответом на химиотерапию. А вот, посмотрите, БРК-ассоциированные опухоли, они же более химиочувствительные за счет механизма, про который я говорил. Посмотрите, здесь частота ответа в три раза выше. Каждая третья женщина отвечает на предоперационную терапию полным морфологическим ответом и имеет шансы на излечение. А посмотрите, на чек-2 ассоциированная рака, а здесь просто ноль. Это, к сожалению, резистентная к стандартному лечению разновидность опухолей. Кого направлять на генетические тесты? Здесь перечислены привычные признаки наследственного рака. Существенно, что трижды негативный рак молочной железы, помимо вот этих достаточно очевидных признаков, является тоже основанием для БРК-тестирования. Помимо этого, все пациентки с серозной карциномой яичника, но особенно высокой степенью злокачественности, также нуждаются в генетическом обследовании, потому что каждая шестая у нее будет обнаружена мутация. Ну и на красном фоне самые главные грехи, с которыми приходится сталкиваться в реальной практике. Значит, ну, самое частое, в общем, это, что просто игнорируется наука наследственных раках, считается, что это все теория, что это все эксперименты, не очень нужно, но сейчас это все становится реже и реже. Что бывает значительно чаще, слово наследственность, оно в голове есть, вызывает какие-то ассоциации, а вот другие клинические признаки наследственного рака, они забываются. Молодой возраст, билатеральность, трижды негативный рак, являются не менее значимыми, чем наличие заболевания в семье. Причем, поверьте мне, если бабушка пациентки заболела в 70 лет раком, это никакой не наследственный анамнез, это просто обычная жизненная ситуация, а вот когда билатеральный рак, здесь наследственные мутации нужен. Очень часто приходится сталкиваться, когда пациентам неславянам назначаются простой БРК-тест, врачи не понимают, то, что предуслагают подавляющее большинство лабораторий, это всего лишь тест на частные славянские мутации. Соответственно, врачу очень трудно понимать, они говорят, бум, мы БРК-анализ сделали, а какой анализ? Выясняется, что даже те, кто в лабораториях работают, я только что был в Белоруссии, даже они не понимают, где тест на частые мутации, где полный анализ последовательности, они просто делают свою работу, не вдаваясь ее суть. К сожалению, надо понимать, что если мини-тестом ничего не нашли, это не значит, что у этой пациентки нет мутации. Гиперинтерпретация результатов тоже грех, с которым приходится сталкиваться. Ну и еще один грех, это отождествление разных генов наследственного рака. Ну, например, вот здесь характерен трижды негативный рак, а вот здесь уже нет. Если у меня пациентка с трижды негативным раком, и я ищу причину заболевания, вот этот тест обязательно нужно сделать, а вот этот скорее в этом нет необходимости. Если наоборот молодая женщина рецептор позитивный рак, я скорее буду настаивать на этом тесте, чем на этом. Это все нюансы, которые сложно сразу уложить в голове, ну, всегда лучше позвонить, написать, проконсультироваться, потому что все знать невозможно, и на таком опыте будет накапливаться собственное видение этой проблемы. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ